Что я выяснил? Я на экранные жесты убрал Fullscreen Stories, потому что если открыть какое-то приложение, и тут была кнопка «Заблокировать» Потом, когда есть Screen Stories, не можно отблокировать и пришлось выключить компьютер и телефон Пишет «Unpin Screen Touch and Hold Back Boot» А там «Gest Stories» невозможно было держать Тут я ее подержу и Screen Unpin it Поэтому дисаблинул Fullscreen Stories Вот я что дисаблинул Вот что у меня работает То есть что Какие приложения Не дисейблинг тим Это в основном самое главное, без которых не будет работать Либо будут какие-то функции, они будут нормально работать Например, интернет или смс-оповещения нет Что я тут хотела сказать Вот это виллаучер Пока самый хороший Видишь Хотел показать Вот какие у меня работают приложения Вот это активные Три Четыре Четыре Только Это Как бы Кяшет Но На самом деле Они тоже несколько Некоторые могут процессор потреблять Но Тут у меня теперь есть The RAM И вот этот, например HillClean Racing Пишет 492 Памяти Но на самом деле Он меньше потребляет Часть Записанная The RAM На Диск На Флеш-накопитель Вот Можно это посмотреть Через Симпли-систем-монитор Вот Актив-процессы И вот Показывает Что Этот HillClean Racing 325 мегабайт Занимает Если The RAM Отключить Так Этот Монитор Будет Еще Даже Больше Показывает Чем Там Рам Потому Что Тут Закеширован Как бы Вот The RAM 610 Мегабайт Занятый Притом Это Еще Сжато Может Реальный Объем Будет 1200 А Свободно 3.8 12 Мегабайт 3800 На Систему 318 Как бы Забронировано Активно 1700 Габернировано 300 208 Вот Вот Что Габернировано То Переходит в Зырам Габерна Рам Габерна Просто Габерна 1 Габерна 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 габайта часть записалась за рам иногда даже приложение части свои свой кэш записывает и потом когда открываешь немножко так по тормаже вот не знаю они похожи свой кеш его свой кеш на флеш накопителя записывает они взором фокс например очень летает быстро на другие приложения тоже основном летать и вот еще анимации включил девелопер оптимс и у трензичен аниме скалин 05 и они мы мы чем дуречь он скалит и надо одна отвечать чтобы вот такой чтобы так раз разъединялась анимация вторая что данный значок нажимаю он так немножко подсвечивается и тогда понятно что ты нажал бывает такой лак как бы происходит и а вот теперь был такой лак и он тогда и если бывает он длинный тогда непонятно или ты нажал и не нажал когда конка так подсвечивается тогда понятно что ты нажал и можно уже расслабиться и ждать пока он откроется а так если не было бы этого подсвечивания тогда непонятно же нажал ты потом снова напряжение смотришь может я все-таки не нажал и нужно повторно и убрал еще вибрацию настройках она как-то меня раздражало достаточно сильно неприятная от вибрации усталость приносит дисплей они в солнце вот тут вот эти кнопки нажимаешь выбрать и вот этот браузер например не работает без google play сервис я теперь отключил вот и чего не показывает нужно google play сервис но у меня есть другой браузер не такой удобный в какой-то мере он работает так что и тут по дисейблену и иду в системе бин и тут вот смотрим а где единички поставил там они диссейблен вот будто не моющим диссейблену он уже другое название файла и он уже не откроется да и один добавил был диссейблен нес вот этот сервис манежер на тогда телефон не загружался теперь он быстро загружается вот можно своп своп он здесь и тогда не будет зирам но тут больше ничего нет ну например еще вот вопья что сделал я перенес в папку backup некоторые приложения нет и тут вы ищите тут вот на перенес факторе моде он уже не участвует и теперь ищу вендор а и тут вот этот вот кто тоже я его не знаю не использую не знаю для чего нужно так его тоже можно но он у меня кажется диссейблен через вот то приложение можно было бы и в папку его переместить чтобы он не путался точно как бы я помню что какой-то дебукинг связан что-то с мтк ну как-то я подумал ну вроде бы без него нормально работать может даже лучше быстрее грузится все нормально вот у килл дэймон я давно его диссейбленного не знаю что он делает никакой разницы не заметил батареи важник тоже давно без диссейбленного но все равно есть предупреждение когда 15 процентов то что почему-то вот 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 найти в сервис отключил и все вроде и акт первой этап еще есть но тут где они реколинги это ненужные вот тоже я их убрал эти не теперь не задействованы запускают вот я еще пробовал менять android memory of memory killer разные версии из другого телефона из там из других фирма рискать его по-разному ничего это не с другими не запускается либо очень тормозит сильно глючит в общем по сути не работает вот он love memory killer тэмон только с оригинальным я даже его оригинальный перекачал в другой папу потом его снова тут вкачал этот переименовал но все равно не работает только вот с таким какими сработали это прошивка восемнадцатого года там кажется 22 назвать не знаю откуда она взяты ну снова 13 сайта скачал на официальный сайте на официальном сайте дуги микс стоит прошивка это самое последнее 2018 02 кажется 03 а 02 02 такой даже нет потому с 03 так может быть было бы немножко там по-другому все можно было бы этот love memory killer дэймон заменить на другой ибо ибо все нормально работают вот я тут N для это лео к телефону love memory killer дэймон немножко там меньше разъем объем его я тут более-менее показал ну и чё там кое-что из ну там не так важно это все все в общем я теперь наверное не вспомню что я там изменил на самое главное вот кирня аудитор вот тут не работает с магиксом ничего тут настраивать нельзя лучше не надо тут лезть а я прям стартап все-таки есть включу лучше отключить наверное что все равно ничего там не меняет вот это очень важно все нужно по нулям сделать тогда не так быстро будет уничтожаться приложение будет все плавнее работать и не будут они уничтожаться и потом снова перегружаться поэтому все быстрее работает вот теперь этот раздел virtual memory тут вот вот этот ставить и это значение можно и там не меняться я пробовал и большие очень и маленькие не заметил каких-то особых разниц вот экспорта вот экспорта сети тут было 200 и 300 я пробовал тоже большие и маленькие тоже ничего не заметил никакой разницы вот это ничего не надо менять вот вырукомит речи тоже можно любое значение ставится на ничего не работать не будет это просто разработчик не не понимает что это не работает там должно быть другое условие в другом файле прописано чтобы это работал свапнись я тоже пробовал и там один ставить 5 и 100 похоже что это тоже ничего не меняет главное чтоб не 0 было если 0 поставить это отключи тогда заран таки аж при чуре по умолчанию 100 я поставил 0 что как бы быстрее там не сжимала сразу записывала может быстрее будет работать ну все идут давайте значение в основном мышь тут ничего не нужно менять как тут очень вот еще очень все все подключал я поэтому достаточно быстро с никаких лагов по сути работает а я еще что сделал почему он быстро не меня встал вот я включил спорт моде тогда ядра работают на все как бы и они на большей частоте работают и он такой поспоршестрее побыстрее без лага всяких вот если в какую поездку его взять это можно тогда переключить на на нормальную моде вот постоянно загружен вот этот на 1666 мегагерц работает постоянно и второй на 2 и 39 мегагерц 34 мегагерц вот эти два ядра постоянно работать если спорт моде отключить так этот вот работает там на 600 на 800 мегагерц в зависимости от нагрузки а все остальные ядра могут вообще отключиться а тут вот постоянно вот эти два ядра работают поэтому он такой шустрый становится но и больше в простое потребляет электроэнергии поэтому быстрее разряжается аккумулятор но как бы если надо на нормальном моде сделать моде нормал когда он как бы станет медленно и и так раздражать будет своими своими длительностью своими длительностью то есть что Вот только два ядра работают. Вот рам. Я уследил, что каждые 3-4 минуты он в итоге опеки выдает. Он как бы поджимает на 3 МГц. То есть, как я понял, одна часть рам 3 гигабайта отключается. И он тогда во время отключения, если есть за рам, часть приложений в те же записывает. Если все равно не может записаться, тогда часть приложений уничтожает. А если как бы вместо 4 гигабайта свободны, то есть 2 гигабайта свободны, вот, например, вот как теперь и для, то есть не 2, а 4 гигабайта свободны, тогда он может где-то и 10, и 20 минут быть, и ничего. Не появляться таких пиков, не отключаться один рам. как бы он если вот где-то 3 гигабайта свободны, тогда он каждые 3, 4 и 1, например, 3, 2, 3, 3, да, может даже, тогда он каждые 3, 4, может быть, 5 минут, вот такой пик появляется, и он уничтожает процессы, в за рам записывает. если есть за рам, то, как правило, он там почти все в за рам записывает, либо в каш приложение записывает. Вот я выключу экран, после включения он запишет в за рам, он как бы опять вот на 3 гигабайта уменьшает разъем, хотя может и не на 3, может там и больше, на 4 и отключается рам, а где-то на 4 гигабайта отключается на раму, похоже, ну, либо на 3, ну, что-то такое. но все равно на Firefox все летает. Я пока ковырялся в Firefox, ну, как бы ничего тут не изменилось, нужно их других поковыряться. вообще тоже не изменилось. Вот этот интересный или уже уничтожился, да, уничтожился. Он достаточно долго спускался. посмотрел, или хром уничтожился, там две кладки, посмотрел. а тут вот лазил по разным приложениям, поэтому макс. Поэтому этот гилк уничтожился. Так, если бы не лазил, то бы он, думаю, не уничтожился. нужно посмотреть, какие работы теперь приложения. EV, Fulfill, Run Memory, Chrome, Maps, Firefox, Terminal Auditor, Gears, Midi, Package, Access, Android, Core, Apps. Вот тут никаких, вспомнил, что я хотел показать, никаких тут особо системных приложений не работает. Вот тут показывается все процессы, которые работают. Вот и System UI показывает. Тут вот по объему памяти рассортировано. Вот эти как бы уже не андроидские приложения, вот эти где такие вот с ляшами. Они уже линуксовые приложения, они тут через эмуляцию. Вот эти для булгер можно отключить, а так как они тут рам очень мало потребляют, процессор КПЛ не загружают, поэтому я оставил его. В Exposed Zygote Service его тоже можно было бы убрать, но я когда устанавливал Zygote, он появился. Как убрать, я его не знаю. Но этот Exposed, так как вот System Liz, этот Magix, так он не дает полных прав, поэтому там все фишки, приложения через Exposed некоторые не работают. Поэтому это больше как бы раздражает, чем позже от этого Exposed Framework. Поэтому я его Exposed Framework удалил, чтобы он тут не мешался. Но он вот оставил после себя вот этот Exposed Zygote Service, который теперь бестолковый сидит. Вот это что такое, я не совсем понял. Может его тоже можно убрать. Этот фойл гаудит я пробовал переименовать на один, чтобы его убрать, но он после перезагрузки снова как бы переименовывается как надо. Это видимо из-за прошивки такой, та самая последняя прошивка. Может бы удалось его переименовать, чтобы он не запускался. Он отвечает, как я понял, там за что-то отслеживать с батареей, там, чтобы правильно батарея и разряд может разряжался. В общем, он не такой важный как этот. Ну и телефон в ROMI временно отключался, но хотел бы посмотреть, что будет без него. Но пока на этой прошивке не удается его отключить. Вот и второе еще приложение, это Exposed ненужное. Но КПО она не потребляет, она мало потребляет. Поэтому как бы меня она сильно не беспокоит. Вот Gilda M1 тоже можно было бы убрать. Но его, кажется, тоже он... На самом деле это Shortcut, а его настоящая папка тоже. Там вендор как-то, BIN, и он там находится. Его не получается убрать. Вот этот Сайгаш пробовал убирать. Он без него там что-то не работает. Он как бы необходим. Этот ВМТ лаунчер тоже убирал. Без него не работает, не запускается. Вот это... Что-то там копирует как бы... Ну не знаю, его тоже хотел бы убрать. Но на такой январам это как бы ответственное место. И как бы немножко боюсь его убирать. Тем более не так уж много занимает рамы. И процессор не потребляет, поэтому ставил. Ай, вот НВРА Магенбинтер я вот этот вернее хотел убрать. И бока бин... Ай, или этот, и этот. Наверное, два нужно было бы убрать. Попробовать. Вот. Тоже там ничего, думаю, не делает. Вот Лов Меморикирил. Теперь если бы я его уничтожил так... То он бы заново запустился, ибо ничего бы не произошло. Вот фингерпринта ему можно убрать. Тогда не будет отпечатков пальцев работать. Вот эта кнопка вообще никак не будет работать. Но его покажу как тут быстро работает разблокировка. Вот раз. Не то, что на моем Samsung, которым теперь снимают, как-то все там медленно. Эта подэкранная разблокировка, она какая-то медленная. Плюс ночью она светит сильно в глаза. Очень ярко и как бы неприятно, раздражает глаза. Поэтому я вообще на Samsung убрал всякую блокировку. Потому что по лицу она тоже как бы неудобная. В темноте она не разблокирует, не работает. Если подсветку экрана сделают в темноте, то она в глаза очень ярко светит и раздражает ночью. Я не понимаю, почему они подэкранную разблокировку делают. Это так неудобно. Оно такая медленная, намного быстрее вот эта разблокировка, чем на Samsung. Это подэкранная. Как будто это удобно. У меня ничего тут удобного нет. У меня есть телефон сзади, так там вполне удобно. Сзади одним пальцем я доставал, разблокировал. Все четко, быстро. Вот это тоже подозреваю что-то. Ну тут прокси может что-то и надо. Этот Surface Flinger тоже его нельзя, кажется, пробовал раньше. Там отвечает за отрисовку там всяких экран на экране всего. Пакет Access Helper его тоже нельзя. Чтобы устанавливать пакеты, нужно потом придется. Если его удалить, то не будет устанавливаться в приложении. Вот этот Android Process Core я бы, может, и хотел убрать, но не нашел, где его нужно искать. Потому что это какой-то фреймворк. Как вот тут называется, такого я не нашел. В системных папках. Вот это тоже, может, хотел бы убрать. Вот что-то вроде бы медиотек, может, нельзя убирать. Вот это классик кейборд. Он так бывал, что там 250 метров. Он так бывал, что там 250 метров. Мегабайт занимал. Но, видимо, часть его записалась с этого объема в зарам. И поэтому он тут 50 мегабайт всего занимает. Поэтому зарам как бы хорошая вещь. на всякие ненужные там занимаемое место кейборд держит на диске. И он вообще может к ним никогда и не обратиться. с этими данными. На систем сервер это необходим процесс. Вот такое вот затормаживание было, когда долго его не открываешь. Приложение какое-то. Firefox как бы один процесс в хроме и хроме. Они много всяких процессов наделают. Поэтому в какой-то мере Firefox поэтому быстрее работает. Но зато если уничтожается Firefox, то он весь процесс уничтожается. Все кладки уничтожаются. Потом нужно заново загружать. Если хроме уничтожается, то может только некоторые кладки уничтожиться и некоторые работать. Поэтому есть и плюсы и минусы. Но как-то мне кажется, хроме больше в целом все равно. Из-за того, что много процессов, больше RAM занимает. Firefox меньше RAM. Как бы он экономичнее. Ну и поэтому он и быстрее работает. Поэтому какой-то... Например, Firefox, если бы он никогда не уничтожался, на нем удобнее работать, чем на хроме. Я просто могу полазить по разным приложениям. Потом может Firefox уничтожиться весь. Но если только пользоваться тремя вот этими браузерами, то он, по сути, никогда не уничтожится. Но разве что может какие-то видео очень большие где-то на каком-то сайте смотреть. На 720p, например. Или еще... Ну да, на 720p. Который все будет загружать, потом может... в RAM загружать, потому что уничтожить весь какой-то браузер. Вот вроде бы все основное рассказал. Я убрал все эти, которые тут по умолчанию были установлены в файл брусер. Потому что там всяких... Всякого много всего напичкано. Вот, например, этот брусер вот. CL Component Info. Вот посмотрю на что напичкано. Вот тут не так и много, кажется, напичкано. А на том, который стройный Explorer, там... еще в атаке, кажется, всего напичкано. Вот такие вот. Поэтому я его диссейлинул. На этом тоже, наверное, много будет напичкано. Вроде бы немного. Уфай менеджер. Нет, тут вроде бы немного напичкано. Вот этот, вероятно, нужен для мобильной сети что-то. Но пока у меня тут сим-карты нет, поэтому не знаю, я его диссейлину. Ну, если будет нужна сим-карта, ставлю. Если не будет что-то работать, то, вероятно, придется его анеймент. Вот он не уничтожился, пока я теперь ладу. Вот Иви сколько занимается. Восемьдесят восемь мегабайт. И на системном мониторе. Иви... Восемьдесят четыре мегабайта. В системном мониторе процессор потребляет, поэтому его лучше убирать сразу. И вот еще такую камеру включу. Вот 3,6 мегабайта. И для гигабайта я камеру включу. И очень сильно загрузится. 3,2 мегабайта. Вот камера много, но она как бы системная. Вот, я теперь выключу экран, попробую и посмотрим. Теперь... Вот четыре он сейчас переписал в зорам, кажется. А сейчас уничтожил чего-то. Вот, вероятно, уничтожил вот этот Хилклинк 2. Нет, не уничтожил. Ну что-то уничтожить должен был, по-моему. Вот тут можно посмотреть, что он все-таки уничтожил. Вроде бы ничего такого важного не уничтожил. Вот, он в кэш записал. Вот такой был лак такой. Вот он, как я понял, из кэш он загружался. Который на в кэш памяти записан. Поэтому такая задержка была. Когда хромя открывал, тоже там была такая задержка. Там тоже он в кэш памяти писал хромя. Как бы этот лак мем, ну когда экран выключил, говорит это на этом приложении. Записывай в кэш, а то я тебя уничтожу. И они тогда запишивают кэш, становится их меньшим объемом памяти. И тогда он меня не уничтожает. Освобождается память. Клюш этот, когда уже запустил свету. Попробую поиграть. Попробую поиграть. Попробую поиграть. Попробую поиграть. вот вроде бы без никаких особых лагов работать и вот так вот Продолжение следует... 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 Продолжение следует...